Добрый вечер, дорогие друзья. В понедельник нас переместили, сказали в лучшее время, не знаю, но передача сейчас у нас детям до 16. У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас в гостях мы старые приятели, друзья. Это люди, которые работают, управляют компанией ВОФИКС. Это Василий Грищенко, сооснователь, директор по развитию и Елена Сун, директор по развитию компании. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуй, Саша. Прямо ты в таком, Лена, у нас с Вася давно уже все, на ты. Ну, передача сегодня на самом деле должна получиться интересной, потому что вокруг вашего сервиса вьется очень много разных слухов. Мифов. Что это такое, да, панацея. Я видел, я знаю, сколько, Вася, мы с тобой знакомы, 3 года, да? Да, да. Да, я видел, на самом деле, я всегда рекомендую ваш сервис, даю зеленую линию. Поэтому сегодня пойдет разговор, как бы, насколько он сильно нужен, как без него нельзя жить. Панацея это, помощник или что-то такое. Давай, Вася, начнем с тебя. Ты как бы... Как со-создатель. Со-создатель, да. Ну, смотрите, в принципе, да, это не панацея, это не, как бы, какой-то там, как говорят, да, грааль. В первую очередь, Wolfix.net — это идеология. Это та идеология, которую мы, собственно говоря, пытаемся донести до людей. Клан? Не совсем, но это опыт, как бы, квинтэссенция, да, нашего опыта, привнесенная в виде платформы людям, вот. И вот многие клиенты, которые там пользуются, как минимум, более полугода, прекрасно знают, что идеология, она, как бы, укореняется, и, в общем-то, люди, ну, становятся нашими последователями, да. Наркоманы. Ну, наркоманы, можно сказать, и наркоманы, кто как, знаешь, у тебя свои наркоманы, у нас свои, поэтому можно сказать и так. Но это в первую очередь идеология. И затем, в принципе, мы исповедуем подход, который основывается на использовании исключительно достоверной информации при, как бы, анализе рынка, да. Не, ну, само по себе, вообще, явление объемов — это рабочая тема, все знают, что объемы — это то, что видно. То, что видно, оно не может не помогать. Оно не может не помогать, поэтому здесь вопрос, в принципе, там, насколько сильно оно нужно, как... Это как оружие в руках, то есть кто-то может пораниться, кто-то может прибить кого-то, а кто-то сможет себя защитить. Согласен, да. И почему мы к этому пришли? На самом деле, вот ты тоже, как давно, да, человек, участвующий в теме, принимающий участие в биржу. Да, скажи сразу, что я не в доле. Не в доле, нет, не в доле. Но все хорошо помнят там и фильмы Уолл-стрит, и торги в яме, да, которых, по сути, уже, как бы, не существует. И в чем было преимущество-то этих биржевых трейдеров в яме? Это то, что они видели, что реально происходит, то есть кто заходит, каким объемом заходит, как активно и так далее, да. И как раз я хорошо помню уже, как бы, ну, торгуя в реальной, на реальных счетах на семье, пятый, шестой год, когда из ямы, с большого СНП объем, да, перешел на мини, где, как бы, реально во время сессии основной мы могли видеть, что происходит, какой объем стоит за каждой сделкой. И не просто цену, а цену сделки, объем сделки и время ее совершения. И это, как бы, поменяло многое. В первую очередь, в нашей торговле. И потом мы, создавая платформу, в первую очередь, сначала для себя, стали, как бы, предлагать это людям. И это стало нашей идеологией. Вот сразу тебя, Вася, обрываю. Есть вопрос. Алексей сразу задает вопрос. Зачем распространять такой сервис, если он дает преимущество на рынке? И можно на нем зарабатывать гораздо больше, например, управляя каким-нибудь фондом. Еще раз повторюсь. Это идеология. Это не Грааль, который, там, автоматическая торговая система, которую мы нарыли, как бы, и мы пытаемся его кому-то впарить. Нет, это новый подход. Ну, грубо говоря, Блюнберг тоже, да, это крутой биржевой сервис с огромным, там, количеством информации. Через шур большим. Согласен, да. Вот мы пошли, из Блюнберга мы взяли одно и очень, как бы, большое преимущество. Это управляемая база данных, да, то есть у нас, допустим, там, по ключевым западным рынкам вся информация по каждой сделке доступна с 2008 года. Да, если брать российский рынок, там, МВВБ, это тоже 2008 год, РТС 2010. Это преимущество Блюнберга. Ты правильно говоришь, что большое количество информации в ней можно реально потонуть. У нас намного более узко все организовано. Это исключительно трансляция, визуализация и статистическая обработка данных об объеме торговых. То есть, по-простому, вы собираете информацию и транслируете ее в доступном виде. Да, причем в таком, в котором не у многих она есть. Дорогие друзья, у нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, и 6. У нас очень интересные гости. Это Василий Грищенко, сооснователь, директор по развитию компании Vofix.net. И Лена Сун, директор по развитию компании Vofix.ru. Я так понял, в принципе, это не имеет значения. У вас больше сейчас пользователей на зарубежных рынках или на российских? Нет, все-таки так пока складывается ситуация, что российский рынок занимает большую часть нашей клиентской базы. Но, конечно же, ну и в принципе соотношение, для тебя это далеко не секрет, да, что если сравнивать там 90-100 тысяч активно торгующих счетов на российском рынке, то ты прекрасно знаешь, что Америку, даже если брать и фьючерсы, и акции, торгуют там ну 3, ну 5, ну 10 по всему постсоветскому пространству. Однозначно, даже таких цифр нет. Вот, поэтому, естественно, приблизительно такое соотношение у нас, собственно говоря, клиентов российских к клиентам, торгующим западные рынки. Хотя, как бы, большинство российских клиентов обязательно следит и за западными рынками. Ну, как бы, все мы прекрасно знаем, что без европейских и американских индексов наш рынок никуда пока пойти не может. Как ты подсела на это? На Волфикс? Я как-то слышала, Александр, фразу про бочку, чтобы выжить, в общем-то, или вообще пройти какой-то будь на рынке. Твоя фраза была, что на самом деле это такой, не самый приятный процесс. Вот, наверное, за 6 лет присутствия на рынке я все эти бочки тоже скушала в свое время. И прошла, наверное, очень отчаянно старалась понять рынок, да, организовать для себя стабильную, комфортную, уверенную торговлю, лишенную каких-то эмоций и так далее. То есть создать, как ты всегда говоришь и говорил на твоих мероприятиях обучающих, систему, некую систему, исследовать ей по четким правилам. Ты знаешь, что я хромала, моя дисциплина. И когда мы с тобой познакомились, это, наверное, был вот тот как раз-таки много лет этап, такой некий экватор, переломный этап. Нужно было либо уйти с рынка, потому что было очень много эмоций. И потерянных денег. Потерянных денег, да, безусловно. И рынок самый дорогой учитель, один из самых дорогих, поэтому я тоже сполна заплатила. Но, тем не менее, ни о чем не жалею, потому что случился этот переломный момент. И, наверное, как-то мир мне ответил знакомством с вот этим инновационным биржевым сервисом, который вернул мне ощущение и азарт работать дальше на рынке. И, наверное, помог мне не бросить не только сам рынок, а еще и всю инвестиционную сферу. И не уйти, допустим, во что-то новое, потому что был уже определенный момент к тому. Поэтому, соответственно, этот сервис, на самом деле, я его расцениваю как некую новую систему координат. Но и сейчас я уже с уверенностью могу заявить, что система без какой-то сейчас пиара и рекламы самой системы, да? Как бы даже если это пиар, ну ничего страшного, сюда приходят все это нормальные явления. Я считаю, что на самом деле все, что связано с объемами, это рабочая тема. Как ты не крути. Поэтому здесь даже не будем как бы упоминать слова пиар, не пиар. Для этого вас пригласили, потому что, на самом деле, очень многие люди, на самом деле, вот мы уже сейчас получили 4 письма, сейчас я вам просто зачитаю то, что пишут люди. Да, отлично. Здесь никого, по основных нету, люди знают, я приглашаю на передачу только тех, кого люди хотят видеть. Например, вас, огромное количество людей, которые написали, они сказали, вот пригласите образно там создателей, учредителей, людей, которые знают, например, систему Волфикс, и просто пускай они расскажут, что это есть. Вот так тебя и подсадили тоже. Да, подытожив, работающая технология. Ну сейчас у нас мы уже отпраздновали совместную вот такую любовь. Годовщину. Как это занятие приносит удовольствие, как и в плане личного использования. Это действительно гипнотический интерфейс, который через призму объема дает тебе некое удовлетворение от рынка, потому что ты становишься спокойнее в сделках. Ну это уверенность. Уверенность. Уверенность, некая дополнительная точка уверенности. Вот говорили про Граль, здесь действительно нет Грали, и был вопрос задан, его, кстати, задают очень большое количество людей по поводу того, почему же вы тогда не сидите. Реально видишь, что ты профессиональный сейлс, она мажет мюдом, знаешь, прямо красиво по ушам. Ну красиво, ну ничего не скажешь. Спасибо, Саша. Я закончу мысль. Суть в том, что мы, безусловно, нельзя совершать постоянно только прибыльные сделки. Наши рейтинги, мы их открываем тем, кто спрашивает. Они показывают, что большинство наших сделок, большая часть сделок прибыльная, и есть сделки стоповые, безусловно, мы их тоже так же собираем. Это некий процесс, и нам доставляет удовольствие обучать этой технологии так же. Потому что это как автомобиль, который вы вот в какой-то после... Ну я вижу, я вижу, ты когда начинаешь рассказывать, слышишь, у тебя лицо млеет, и ты... у тебя прямо нет слов, ты, знаешь, такая красивая машина, девочка, которой подарили куклу. Дорогие друзья, у нас в гостях в прямом эфире 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Интересные люди из компании Волфикс. Буквально через несколько секунд мы уйдем на короткие новости. Еще раз здравствуйте. У нас уже обрывает телефонные линии. У нас есть Степан из Петербурга. Степан, доброе утро. Извиняюсь, добрый вечер. Вы в эфире. Алло, алло. Степан сорвался из Петербурга, далекие линии. Леночка, ну тогда... Я даже знаю, что это за Степан был. Прям ты испугался. Не-не, наоборот. У тебя есть возможность передать ему привет. Наоборот, было бы неплохо. Да, Степ, привет. Я думаю, что... Я не ошибся с тем, что это тот Степан. Леночка, ну так как ты, как говорится, уже, как говорится, потела на Волфикс, вот расскажи именно конкретно о сервисе. Ну, Саша, в моем понимании это все-таки профессиональный биржевой сервис. Ведь когда, допустим, мы начинали свою карьеру в торговле, ты, естественно, на много лет, раньше, я чуть позже, в 2006 году, это были какие-то терминалы, да, через которые мы смотрели за котировкой, потому что я в яме не участвовала, в общем-то, и принимали какие-то торговые решения. Так вот, дальше, в моей, допустим, на взлете моей трейдерской карьеры, так скажем, были уже системы как-то КВИК. Вот в КВИКе я и жила до момента того, когда так получилось, что познакомилась с системой Волфикс. Соответственно... То есть это система, через которую можно проводить биржевые операции? Конечно, это новые достижения нашей команды. Все-таки Степан, Степан дозвонился. Отлично. Алло, алло. Степан, вы прямо в эфире, слушаем вас. Господа, мною многоуважаемые, я вас приветствую, Василий Александрович. И тебе приветствую. А Лену, Елену. Елену тоже. У нас девочка с нами, да. Да, но с такой прекрасной девушкой только мое почтение. Я бы хотел, в принципе, рассказать свою маленькую предысторию. Вот вы, Александр Михайлович, являетесь, в принципе, человеком очень, фигурой, манящей на рынок людей. И я, благодаря вам, можно сказать, на рынок и пришел. Я продавец наркотиков, как меня называют. Да, да, часть всегда. Первые дозы. И, в принципе, благодаря... Вы посоветовали в Севастополь обратиться в топ-контору. То есть была возможность, желание. Я там почти год просидел и посмотрел, как это все происходит. Что такое торговля. До этого не знал ничего об этом. Но рано или поздно каждый человек в деле, если оно ему нравится, пытается стать профессионалом. Да? Представляете, о чем я говорю? Конечно, конечно. Вот. И так или иначе, вот даже та аудитория, которая нас сейчас слышит, да, слушает, они... Нет таких, кто ночью не засыпает и не думает, почему я не зарабатываю, что там так не происходит, почему я нервничаюсь. И как мне стать лучше? Ты согласен со мной? Да. Абсолютно. Ну, маленькие буратины и наркоманы. Ну, надо, если так сказать. Но, в целом, можно сказать следующее, что так или иначе, все ищут какой-то профессиональный продукт. И, в принципе, ваш продукт... Вот, Александр, что я у вас взял, это дисциплина и money management. То есть это то, что из всего Рунета вы преподаете лучше всего, и ваши семинары. Как не слиться, по сути, да? Как не отдать деньги? Вот. А из систем обработки данных биржевых, да, вот, с учетом того, что вот я, как обыватель, знаю, что в офисе в полной его комплектации, как бы, не без удовольствия, и, в принципе, как бы, многие тоже со мной согласятся, ну, там, отдавать какую-то сумму своих заработанных денег на продукт, это, как бы, может быть, не совсем правильно. Но, с другой стороны, звучало... Почему, почему? Я считаю, как раз, Степа, на самом деле, для того, чтобы получать качественную информацию, за нее как раз нужно платить. Вот есть а-ля такие сервисы, мы когда-то с Васей, извини, что перебиваем тебя, три года назад, когда первый раз познакомили с Василием, там, он меня пригласил в офис, я приехал. Есть сервисы, которые недоступны, например, простым смертным, это сервисы, которые покупают компании а-ля паевых фондов, именно американских. Сервисы от 30 до 100 тысяч долларов в месяц, в месяц они платят. Это просто информативные, как бы, полностью обработанные данные, потому что все равно нужно сидеть и брать несколько человек на работу, они обходятся гораздо дороже, гораздо легче взять какой-то сторонний сервис, уплатить деньги. Эти сервисы очень дорогие, там, от 30 до 100 тысяч долларов в месяц, поэтому... Александр Михайлович, мне невозможно с Вами спорить в этом вопросе, однозначно. Есть и такие сервисы от профессионалов для профессионалов. Есть штат сотрудников, которые обрабатывают и выдают только лучше. Вы об этом говорите, да? Да, да. Но я бы хотел застать Ваше внимание. Сейчас мы говорим не с аудиторией хедж-фондов. Нас не слушают или вряд ли слушают, я предположу, что мало владельцев инфоджи или управляющих хедж-фондов. Нас слушают сейчас обычные трейдеры, люди, которые, в принципе, на рынке давно или не очень давно, или только пришли. Да, то есть, в принципе, в общем, программа для конечного... Акулы и акулята. Акулы и акулята. Да, 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 да. И планктон там в тюрьме. Да, 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 Василий, мы друг с другом в унисоне мысленно. Ну, в общем, идея такая, к чему я не хотел занимать много эфира, да? Идея следующая. Друзья мои, вот те, кто слушает, да? Я пользуюсь в офисе достаточно уже давно, можно уже сказать, что почти два года, может, даже и больше. Какое-то время я просто уходил с рынка, там были свои потери, большие там, полмиллиона, вот на выборах я отдал просто рынку. Это тоже урок, да? Что, доллары? Это неприятный. Или рубление. Рубление? Да, 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 да. Рубление не страшно, я думал, доллары мне сразу плохо. Все мысли с своими категориями. Возможно, это еще предстоит, но пока Бог миловал. Но идея следующая, что, в принципе, все равно, так или иначе, вернулся вот к Волфиксу, потому что более профессионального для юзера, для конечного пользователя продукта, более приятного в оформлении, я даже могу сказать, что действительно, Елена правильно сказала, приятно работать с программой, да? Ты сходишь за монитор, и это не сингл-свим, я понимаю, что вы тоже знаете, что это за программа, там, убогий какой-то интерфейс, а это приятное, цветное, полностью настраиваемый интерфейс, с которым как бы вот как машина, да? Я тебя перевернула. Я начала сравнения. Сереба, подумаю, что это заказной звонок. Сереба, ты не представляешь, сколько здоровья у меня взяло с Вася ругаться, чтобы кое-какие вещи в нем были поменены еще три года назад. Ну, это факт, да? Да, мы просто, мы как бы не могли убиваться с ним, но я приходил, говорил, вот если ты это не сделаешь, я вообще не буду с тобой разговаривать. А вы не представляете, сколько крови и нервов положено в руганини с программистами, чтобы они это делали? Нет, как раз первое, изначально, когда три года назад, ты же сам помнишь, когда эту программу мы только начинали делать, она как бы не то, что громоздкая была, но там действительно надо было сидеть и очень долго кропотливо учить. Я, Вася, сказал сразу, говорю, Вася, делай как бы более простую версию, чтобы простой смертный мог спокойно воспользоваться. Да, да. Ладно, Александр Михайлович, я хотел просто закончить свою мысль на следующем, что вот мы все, да, до какого-то этапа учимся и потом начинаем понимать, что вот нам нужно вот это. Вот я, например, купил себе машину сейчас, Лексус, да? Была возможность купить разные машины, но я почему-то выбираю лучше, да? А потому что я знаю, что я тут раз стою, стою, я захожу, выхожу, и мужчина меня радует. Я в нее сажусь, и мне по кайфу, да? Степа, я тебе скажу одну вещь. Степа, я скажу тебе одно место, вы как бы лично не знакомы, но я тебе скажу, или знакомы? Заочно. Вы мне как раз посоветовали в проб, я вам в скайпе написал, и вы очень весело. Я тебе скажу одну вещь. Есть, знаешь, анекдот хороший про шарики. Когда один мужчина приходит из магазина, купил шарики, отнес домой, возвращается назад в магазин и говорит, вы знаете, возьмите свои шарики назад. Они говорят, что шарики бракованы? Он говорит, нет. А что, спускает, воздух не держит? Нет. А что, цвета нети? Нет, а что? Не радует. Не радует. Ну, я понял, идея. Ну, идея такая, что, нет, все равно, есть какие-то вещи, которые качественно сделаны, да, вот это касается любой области. И, в принципе, вот я человек такой, который... Ты перехвалишь, Степа, ты перехвалишь. Очень приятно, на самом деле. Я в бульзам стекаю. Вы покупаете для себя и хотите что-то иметь лучшее, да? И, в принципе, по тому набору функций, ну, просто вряд ли что-то можно лучше найти. Нет, всегда можно, всегда можно лучше. Можно. Можно, но не по объему. Комбинируя. Может быть, только... Я здесь не соглашусь. Возможно, только комбинируя разные источники, да? Там, беря и СМК-свим-платформу, есть сейчас сервисы и онлайн, там, и так далее, и комбинируя все это в единую свою личную систему, которая для себя создана. Короче, Степа, Волфикс рулит. Ну, не по цене. Во всем, кроме цены. Во всем, кроме цены. Сейчас от цены покорим. Степа, огромное тебе спасибо за звонок. У нас огромное количество писем. Леночка, извини, у тебя отобрали, отобрали уже. Можно я закончу мысль? В общем-то, на самом деле, большое спасибо, Степан, за мнение. И очень было приятно слышать, потому как, действительно, о цене мы часто разговариваем с нашими клиентами. Это все же такие, как я начала говорить, новый аналитический функционал платформы заключается вот как раз-таки в такой новейшей визуализации. И платформа содержит в себе те инструменты, это даже те инструменты, которых нет аналогов, аналогов в мире, это различные счетчики, модули платформы. Сейчас мы, последнее достижение нашей уважаемой команды разработчиков, это реверсионный график, который действительно, когда человек, когда люди, наши клиенты понимают о нем, как он работает, эти volatility map, карты волатильности, они, соответственно, действительно, говорят большое спасибо за наработки, которые... Но это как для простых смертных, нормально уловить? Сначала нет. Это реверсивный график для простых смертных... Все вместе, все вместе. Сразу не уловим. Безусловно, подразумевает обучение. Если я не зря тогда начала говорить про автомобиль, Степа продолжит, я закончу все-таки с твоего позволения, Саша. Автомобиль — это когда ты ездил на более простой модели, и вдруг подогнали автомобиль, действительно, который ты себе выбрал, который радует... Ну, Toyota Prado, например. Спасибо, Саша. Да, Toyota Prado, в которой, в принципе, столько функций, есть только для меня, я скажу, наверное, как блондинка сейчас, кнопочек различных. Разных, будучи бренеткой. Я... Цвет моих волос, да. Смущает многих порой. Почему же я не блондинка? Знаете, заключается в том, что нужно научиться этим пользоваться. И действительно, как правильно Саша сказал про оружие, можно пораниться, можно не так прочитать платформу. Поэтому я, друзья, уверяю вас, что мы держим очень демократичные цены и также на обучение, по той причине, что нужно понять, как это читать, как понимать профиль рынка. За хорошее, абсолютно верно, Степа начал, ты продолжаешь, я развиваю. К сожалению, необходимо заплатить. Да, сколько цена, Лен? На самом деле, цена начинается от... в зависимости от набора инструментов, начинается цена от 2700 рублей в месяц. Партнерский тариф, да, но, тем не менее... Для человека со счетом, да. Как... Да, если, конечно, я надеюсь, что клиенты не один контракт ри туда-сюда гоняют или не одну акцию Газпрома, просто суть заключается в том, чтобы понять, что если вы платите за этот сервис, какой-то период времени, возьмите два тестовых месяца, например, после того, как вы прошли обучение. там месяц бесплатно... Нет, я не говорю за скейки, но там месяц бесплатно, три месяца там... Месяц бесплатно, к сожалению, недели... Недель, две. Две недели, на самом деле, мы предоставляем... две недели в Оуфикс бесплатно предоставляем. Тестовый доступ, конечно, с полноценным функционалом. Я хотел маленькую ремарку... Маленькую дозу попробовать на две недели. Я хотел бы маленькую ремарку относительно как бы... Вот Степан заметил, начал говорить про цену, да, и что не всегда хочется платить за софт. Это правда, мы сталкиваемся с этой проблемой, особенно на постсоветском пространстве. Вот у нас есть хоть небольшое количество, ну, как бы, клиентов в Европе и в Америке. Я могу сказать, что за софт люди платят осознанно и считают, да, это как бы... И без вопросов, верно. А у них не возникает, это как сходить в магазин и купить хлеба. Нет, наше просто другое, ты правильно говоришь. Это особенность русского человека, мы хотим много, все сразу и не платить за это. Даже особенность... Это 20 лет с дисками по 2 доллара со всем набором софта, который только может быть, и который в Штаты, я когда приехал в 2002 году и узнал, что, оказывается, Adobe Photoshop стоит полторы тысячи долларов лицензия. Я сказал, что я за 2 доллара, простите, как бы имею у себя на компьютере все-все-все, что у вас тут обходится там в пятак или... Дорогие друзья, у нас очень интересная беседа, у нас очень много вопросов. Прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас уже порядка 10 вопросов к вам как раз набежало. Сейчас короткий новостной выпуск, и мы продолжим. Еще раз, здравствуйте, 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас прямой эфир. Ребята у нас из Волфикса сегодня. Очень интересная группа. Сейчас быстро я Лене задам один вопрос, я думаю, такой наводящий, и мы потом перейдем к вопросам, потому что вопросов очень много. Я так понимаю, просто, насколько, Вася, я просто помню, я скажу, я выражу просто свое мнение, на самом деле, почему... Я, во-первых, не считаю это честно, дороговизной. Я не считаю, что 3 тысячи рублей в месяц для человека... Это русский пакет, безусловно, доходит тысяча, тысяча, около тысячи долларов, да? Максимальная цена, тысяча двести долларов за год со всеми, со всеми. Я понял, поэтому я понимаю, это как бы деньги небольшие. Естественно, когда человек, ты правильно сказал, торгует один, который, а три, то ему это не нужно. Но мы о этих людях не говорим, потому что для них не принципиальны эти объемы, объемы нужны для более крупных игроков. Вася, я просто, когда был у вас 3 года назад, первый раз, как раз осень, по-моему, или весна. Весной, в марте месяце, да. В марте месяце был. И я помню, у вас огромный офис был, у вас куча программистов было. В принципе, я думаю, что эта цена на продукт, она как раз и дороговизна, дороговизна, а-ля дороговизна, она как раз этим-то и создана огромным количеством персонала. Я просто помню, у вас там 3 или 4 больших зала были. Ну, это был офис, во-первых, наших партнеров, как бы я не буду присваивать все заслуги того офиса нам, как бы, ну, в принципе, да, у нас команда до 10 человек. Лена, то есть дороговизна, да? Вот Лена как раз хотела рассказать. Я на самом деле хочу сказать, что основное преимущество сейчас платформы, то, что она находится в постоянной разработке. То есть каждый день с утра люди приходят на работу и начинают ее дорабатывать. Были такие вещи, что нужно подтягивать настройки и так далее. То есть какие-то неудобства, Насколько я знаю, Леночка, извините, что перебиваю, что очень часто люди пишут, и вы на основании этого там что-то дописываете, обязательно клиентские пожелания, конечно же, учитываются. Приоритеты сразу же ставятся, эти вопросы все в доску приоритетов, соответственно, и каждый день платформа дорабатывается с точки зрения удобства. С точки зрения новых сервисов это уникальная ситуация. Также по той причине, что только запустив, последние достижения наши были, это окно ордеров, которые просили наши клиенты слезно. Клиенты могут спокойно торговать через Волфик. Это была аналитическая платформа. Как это осуществляется, Вася? Ну, наверное, да, лучше я скажу. В первую очередь, о чем хотелось бы сказать, что уже почти год, как мы предоставляем сервис по торговле всем клиентам Финама через шлюз Transact Connector. И помимо этого, есть возможность прямого подключения на биржу через Plaza 2 и MySexBridge. Но это, в принципе, касается как раз уже людей с счетами от 10 тысяч долларов и более, потому что это связано с дополнительными затратами, но в то же время дает, конечно... А вы как бы просматривали свою ценовую политику? То есть клиенты, которые через вас торгуют? Это приблизительный размах депозитов? Ну, во-первых, к сожалению, мы прямого доступа к депозиту не имеем. Нет, я не это имею в виду. Наверняка клиенты сами говорят. Ну, в сущности, диапазон большой. Я в процентном соотношении не могу сказать, как бы, ну, там, наверное, от 1000 долларов и там до... То есть люди с 1000 долларов депозитом готовы 1000 долларов платить за ваш сервис? Ну, эти люди платят, условно говоря, там, да. Ну, смотрите, если подключаться на год, то цена уже составляет 18 тысяч рублей, а это 50 долларов в месяц. Это 600 долларов. Да, это 600 долларов, как бы, и объективно, то есть ты получаешь полноценный сервис, и если ты серьезно, профессионально собираешься заниматься торговлей, то это вполне выгодное предложение. если ты сразу платишь in advance, то есть наперед, то цена половину. Да, то у тебя, да, в половину дешевле получается. 1000 долларов депозит от неуверенности, могу сказать так же, потому что если человек видит, что он эту 1000 долларов через там 2-3 месяца все-таки оставил на рынке, то он еще 10 не заведет, даже если есть такая возможность. Вот был прекрасный случай, там тоже один из моих учеников, у нас была коучинговая группа, мы 2 месяца, кстати, с Мирошником ее вели, ты хорошо, Дима, знаешь. Да, Диме, огромный привет. Да, вот, один из учеников пишет, говорит, вот у меня там знакомая сегодня проиграла 70 тысяч рублей. Я ей пишу, типа вот TRP, причем я ее, говорит, две недели сопровождал, давал ей аналитику, она торговала по Fibonacci, понятно, как бы, говорю, мою аналитику, игнорировала, итог, минус 70 там за один или за два дня уже точно. Он говорит, слушай, ну блин, вот есть там, попробуй хотя бы, посмотри, да, потестируй, там вот бесплатно на начальном этапе есть какие-то базовые видеоролики, еще что-то, посмотри, если вдруг решишься, я тебе помогу, скажу, кто из ребят для твоего психотипа более подойдет, есть преподаватель и так далее. Нет, у меня уже денег нет. Проходит 2 недели, мы опять, у нас общий чат в коучинговой группе, опять, он говорит, полмиллиона рублей уже слито. Появились. И идет обсуждение уже, ну кто как бы, да, наши клиники говорят, ну странно, ну потрать ты 1000 долларов, ну посмотри, Ты же сказал, даже выгоднее просто на полгода взять за 600 и потом даже выкинуть. имеется в виду даже вот приди к Саше Герчику, поучись, приди, в принципе, не лезь ты в этот рынок, у тебя разорвет. Ты видишь, прямо в интернетах же все кишит, не надо никого слушаться, не надо никого улучшить, только на своих собственных ошибках. Проблема в том, что потом, когда тебя порвали все места. Все тогда, да. Так, к сожалению, ребята, у вас очень много вопросов, велик большой радости, поэтому отвечаем кратенько. Вот, кто на какой вопрос, Лена может сказать, Лена, если там вопрос тебе больше нравится, ты говоришь, я, если Вася. Поднимаем руки. Вот молодой человек по имени Био задает вопрос, когда, три восклицательных знака и знак вопроса, когда с Вауфикс можно будет непосредственно торговать западные фьючерсы. Ниндзя уже мейнстрим. Есть ли какие-то подвижки и договоренности с российскими брокерами? Прошу обнадежить трейдунов объемщиков. Спасибо. Спасибо за вопрос. это однозначно вопрос больше как бы ко мне. Ну, смотрите, хотелось бы порадовать, да, я надеюсь, что конец текущего месяца ноября, начало декабря, мы на тестовый доступ выложим такую возможность торговать сначала, к сожалению, только фьючерсами американскими, через шлюз Zenfire. Следом, есть в планах приписаться к шлюзу CQG, как бы, ну, в узких кругах западных трейдеров это слово о многом говорит. И вот я надеюсь, что мы с Сашей тоже найдем, как бы, точки соприкосновения, да, и я надеюсь, что NICE NASDAQ тоже будет не за горами. Но я полностью за сроки не могу ручаться, потому что товарищи программисты, это народ специфический и никогда со сроками не справляющийся. Поэтому, да, однозначно это будет, мы стараемся как можно быстрее. допустим, я лично заинтересован, я торгую американские фьючерсы S&P, и мини S&P NASDAQ, и мне самому горит, да, я хочу торговать через свою собственную платформу, а не использовать тоже нельзя. Сергей задает вопрос. Недавно узнала Волфикс. Программа показалась интересной, но можно ли ее использовать для отслеживания торговых объемов фьючерса на индекс РТС? Если да, то может обонплату уменьшить для использующих всего один тикер. Так как ресурс платный, от демо доступ всего 7 дней, я понимаю, если бы ресурс был русифицирован, но у самого с английским очень плохо. Поэтому, реально ли понять принципы работы за эти 7 дней? Я думаю, что невозможно. Можно ли получить демо хотя бы на месяц? Сергей нам пишет. Сергей, да? Вам пишет. Приветствую, Сергей. Постараюсь ответить. У вас достаточно много таких ключевых моментов. Буду кратко, но вы всегда можете позвонить в компанию по указанным на нашем сайте ВКонтакте. И мы обязательно поговорим с вами лично, именно индивидуально подойдя к вашим потребностям. Потому что отмечу, и отмечу, действительно сделаю акцент на этом, мы крайне клиентоориентированная компания, потому что сейчас мы и стараемся это делать, и можем себе позволить это делать. Соответственно, у нас, конечно, есть определенный индивидуальный подход к каждому клиенту. И мы стараемся максимально удовлетворить потребности и в плане сроков, и в плане инструментов, и в плане их набора. Поверьте мне, бывают такие фантазии, что приходится даже... Всех не удовлетворишь. Да, проводить совещание. Я тоже хотел добавить. Во-первых, можно по запросу получать в ТАНС, вторые тестовые 7 дней, это раз. Да, обязательно. если клиент пишет откровенно, обращается... Что он не понял. Саша, как ты себя ведешь, ты можешь себе на курс кого-то взять даже бесплатно. То же самое. Лена правильно сказала, клиентоориентированная компания, если человек адекватный и нормально... Просто пишет и говорит, ну не понял, Вася не понял. Не вопрос, какие-то уступки. А вот вопрос интересный он задал на самом деле, Сергей. Можно ли получить пониженную обонплату только для одного фьючерса на XRTS? Ну, смотрите, это как бы... Ну и ко мне, и к Лене, да, вопрос. Ну, к сожалению, так как мы являемся официальными дистрибьюторами бирж, мы не можем как бы вычленять, да, и в принципе не хотим это делать. Мы можем пойти на какую-то там одноразовую скидку и навстречу, еще раз могу повторить. И тоже, почему мы не хотим давать только один РТС? Человек сначала, да, ограничивая себе подписку, лишает себя как раз информации. Пытаясь сэкономить. В конце концов, если ты торгуешь РИ, то поверьте, нужно смотреть и на все остальные инструменты фондового рынка. Рубль, доллар, нефть. Нефть. Сбербанк тоже самое. Там очень много роботов. Ну, кто их тягает, но в конце-то концов. Поэтому лучше откровенно сказать, что вот там на тестовый период хочу, мы пойдем навстречу. Допустим, сейчас все равно планируется перед Новым годом делать какие-то акции со скидками. Новогодние скидки. Обязательно, да. От 10 до 20%. Я инициатор сейла. Как раз у нас есть этот Дед Мороз и Снегурочка. Вот, да. Надеюсь, мы ответили. Сергей Белевский задает следующий вопрос. Александр Михайлович, давайте по чесноку. Волфикс это must have. Все понимают английский. То есть нужно обязательно. Или это кинометы на фигуры отстоя, пробоя, глаз, который будет надежнее для найса и других видов сервиса. Это к тебе, Саш, вопрос или к нам? Я думаю, что вопрос в первую очередь к вам. Ну, я как один из создателей платформы, я не могу как бы... Для меня это must have, для кого-то может и нет. В принципе, ну, да, понятно, что там, имея дело с рынком и как бы, ну, мой принцип вообще касательно торговли, нужно оставаться всегда в игре. При любых обстоятельствах тогда шансы на победу и на выигрыш, и на заработок, они сильно повышаются. И, в принципе, Волфикс помогает в этом. Да, можно как бы смотреть на формации, на графики и, правда, торговать. Но, допустим, одно дело ты торгуешь тысячу, как бы, долларов, другое дело ты торгуешь, там, 200 тысяч долларов. И тебе, там, на S&P, либо, там, на, допустим, на том же SPY, да, нужно тысяч 10 или 20 акций подкупить. И, в принципе, дополнительная уверенность, она must have. Поэтому тут, ну, как бы, это выбор каждого, но, на мой взгляд, я, честно скажу еще раз немножко о себе, да, в 2004-м я первый раз открыл большой S&P на 7E через ревка по телефону, вот. И я прошел этот путь, да, вот телефон, платформа без графиков через интернет и так далее, и я хорошо помню свои собственные ощущения, да, при открытии позиции. И я могу сейчас сравнить то, что я делаю сейчас и то, что я делал тогда. И наличие информации об объеме, пусть не в нашей платформе, я так скажу, что must have – это информация об объеме торгов. Насколько она структурирована и в какой платформе вы ее будете смотреть, это все-таки решение на вас, как бы. Ну, понятно, я, как один из совладельцев, создателей платформы, буду рекомендовать свою платформу. Вот как раз следующий вопрос такой, Вася. В чем преимущество, Николай, задает вопрос, в офикс перед другими сервисами анализа объемов? В частности, ru-ticker.com. ru-ticker.com, ну, как вам сказать? Говорю, как есть. Ну, есть, как бы, автомобили, есть хорошие автомобили, есть волосопеды. Ну, как бы, ru-ticker.com – это сайт, на котором вы можете посмотреть общую информацию об объемах, и это одна из попыток скопировать наши какие-то идеи. Те же кластерные графики, о которых сейчас все говорят и которые в своих приписках их называют, это придуманное нами, как бы, слово. Нигде вы не найдете до, там, 2007 года упоминание о кластерном графике. Это график с горизонтальным объемом и внутри с цифрой, как бы, накопленного этого объема, да. То, что говорил Степа и то, что говорила Лена. Один лот, торгуйте на ru-ticker, вопросов нет. ru-ticker – это жигули по сравнению с вашим мерседесом. Да, хотите, ездите, как бы, ну, если нет денег, то… Приходится ездить на жигули. Дорогие друзья, прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Сейчас будет перерыв на новости. Звоните нам, задавайте вопросы, вопросов много. У нас в гостях люди из компании Wolfix. Здравствуйте еще раз, Леночка, мы тебя перебили, поэтому… Наверное, слышно, да? Подытожу просто, чтобы у слушателей тоже было определенное понимание все-таки, что мы предоставляем посредством вот этого интерфейса. Что для меня, Wolfix, для клиентов, и открою маленький секрет внутренней статистики по продажам, которую я веду, потому что являюсь руководителем управления продаж компании, и могу сказать следующее, что статистика продлений очень радует, и те продления, которые наши клиенты потом заказывают, советуясь с нашим селзовым составом, да, как лучше поступить. А в принципе, это показатель того, что люди, освоив технологию, они пользуются платформой, продолжают… Потому что они видят, что она работает. Да, они должны… Самое главное, когда вы берете демо-версию, вот как говорил Сергей, на месяц, да вы, Сергей, вам на полгода ее можно продлить, но вы не поймете, потому что Wolfix – это не только идеология, с чем я полностью согласна, как говорил Василий, это определенная технология работы с объемной котировкой. Соответственно, эта технология предполагает ее освоение. И освоение технологии, безусловно, мы организовываем в нашей компании, стараемся это делать максимально понятно, выкладываемся на все сто за абсолютно такие небольшие ни в коем случае деньги для того, чтобы помочь нашим клиентам освоиться. Освоив технологию, что мы имеем? Мы минимизируем субъективную составляющую. Это хорошо. Минимизируем субъективную составляющую. Это правда, субъективную составляющую. Я думаю, что ее обязательно ты должен в Киев свозить. И сокращаем процент случайных сделок. Едем за билетами. Это правильно. Мы присоединяемся к большому объему. Усиление сигнала. Конечно, мы находим… Я по опыту могу сказать, что когда я сейчас еще соблюдаю большую дисциплину, потому что когда ты учишь учеников, ты не можешь… У тебя нет права на ошибку, они следят за тобой, за рейтингом, за твоими сделками. Соответственно, права на ошибку нет. А то что у вас все сделки там есть? Я знаю… Публичный рейтинг, публичные сделки. У нас шикарный рейтинг, да. В нем очень весело. Там любят наши клиенты. И общаться, и смотреть друг за другом. И соревноваться. И соревноваться, самое главное. Лучи отдыхают. Да. А на самом деле для технологии обучения очень полезная штука. Пока не бросать их в этот реальный рынок, а имитация все-таки сделок в публичном рейтинге, она приближает… Да, она приближает как бы тестовый счет к все-таки живому. В той степени, что ты не сам с собою, а ты как бы становишься публичным. Давай, у нас еще вот огромное количество вопросов есть. Да, поэтому будем очень быстро. Сипера из Орла. Огромный привет. Пытался использовать Волфикс. Остановило то, что очень мало учебных материалов. Либо есть материалы платные, но их эффективность тоже вызывает вопросы, не думает ли создатели этой чудесной платформы стать ближе к людям в плане понимания. Спасибо за вопрос. Да, нет, это правда. У нас есть небольшой минус в том плане, что как бы обучающих материалов, особенно в начальном этапе, немного. И в общем-то это наша недоработка, как до мозга костей трейдеров. А причина почему? Просто не хотите как бы упростить? Мы не просто так Лену пригласили к себе, что все-таки у команды не было вот этой вот селлзовой составляющей, клиента более клиента ориентированной. Нет, тогда мы не Лену пригласили, а Лену я его направил к вам. Не без твоей помощи. Не большая разница. Саша, тут спору нет. Ты в принципе как бы всегда помогал. Был на вашей стороне, да. Да, да. И причем это уникальный момент в те времена, когда как бы нас поливали грязью вдоль и поперек, причем без особых причин, просто потому что мы хотели продаем свой продукт. И, ну, я понимаю, что... Это зависть. Да, плохие. Я понимаю, да, что это... А дарили, зачем дарить хорошего? Зависть, да, да. Это как Джек Осьмеркин, американец, кто помнит этот фильм, как бы люди выкурили по сигаре, сказали, ой, класс, давай еще, а теперь платить. Ах ты какой, хрен тебе не платить. Так и тут было. Ну, в принципе, слава богу, этот момент преодолен, как бы Лена правильно говорит, что количество продлений есть. Так вот, как упростить информацию доступа для простых смертных? Да, мы будем стараться увеличивать количество, как бы, обучающего материала, но, допустим, тоже, почему говорите, что мало? Кто-то ищет, и все, допустим, на Финаме, на сайте Финама порядка, наверное, моих там, ну, до 10 бесплатных вебинаров. Людмила Вахменина тоже там порядка 10 бесплатных вебинаров, на которых рассказываются основы, какие-то принципы. Не ленитесь искать, обращайтесь к нам. Я согласен, что в публичном доступе, вот так наверху, чтобы, да, по одним кликам мышки зайти на сайт и найти. Нас Америка может, по слову Вольвем, найти. У меня появился клиент, он сказал, я искал и вот нашел вас. Хочу обратить внимание, что именно вчера был выложен новый сайт, полностью сменен дизайн, улучшена функциональность, и мы будем дорабатывать. И я вам обещаю, как, да, как бы, не последний человек в компании, что количество информации о платформе, обучающих материалов и бесплатных, в первую очередь, будет меньше. Поехали дальше. Вольфрейм спрашивает, перечислили преимущества в офиксе перед маркет-дельта. Перед маркет-дельта. Хорошо, смотрите. Когда мы начинали создавать платформу, это был 2006 год, лето, нам как раз вот 6 лет в этом году исполнилось с момента создания платформы, а маркет-дельта уже тоже существовало, и если, ну, кто, как бы, из наших клиентов там пользуется 3-4 года платформой, хорошо помнят, да, путь ее эволюции. Смотрите, просто перечислют того, чего нет в маркет-дельте. Возьмите наш бокс-чарт, возьмите наш тиковый график. Тиковый график достаточно уникален, реверсный график. Системы фильтрации объема. Дальше. На чем паразитирует маркет-дельта? Не побоюсь именно этого слова. Паразитирует. На желании трейдеров знать, покупают сейчас или продают. Это разделение сделок, объема сделок по биду и аску. Они выдают это как бы, ну, да, купили сейчас или продали. Но это неправильно. Мы же не... Это может быть простой лимитный ордер. Естественно. Нет, любая сделка имеет покупатель или продавца. Правильно, две стороны. И невозможно этот объем... Даже если кто-то купил по биду, значит, кто-то продал. И мало ли, может, я шортил в этот момент, закрывал свой бай. И это не значит, что я агрессивный продавец. Нонсенс. Да. И здесь вот этот момент, что, да, Лена сказала, что используя платформу, вы уменьшаете количество субъективизма при принятии решений. Так вот, как раз вот эта технология разделения на биды аске у маркет-дельта, она увеличивает этот момент субъективизма. Потому что чем больше вариантов трактовки одной и той же ситуации, тем больше шансов у нас с вами ошибиться. Поэтому, ну, как бы, вы можете взять, и маркет-дельта дает тестовый доступ, и, как бы, мы предоставим. Пожалуйста, сравните. Раз. Второй момент. Теперь сравните цену. Все кричали, да, сейчас кто-то может апеллировать. Есть ломаная маркет-дельта. Товарищи, нежелание платить, это ваше, как бы, личное решение. Хотите пользоваться, как бы, краденым, ворованным, ломаным и прочим, это, ну, как бы, тут, это запретить нельзя. Тут, как бы... Вопрос следующий. Работает ли платформа на Маке? Хороший вопрос. Ольга, как раз видишь. Да, Ольга, здравствуйте. Смотрите, пока, к сожалению, нет. Ну, то есть, вы можете запустить ее на Маке, имея, да, виртуальную машину, запустив на Маке Windows, но я понимаю, что это кощунство по отношению к Macintosh. Вот. Поэтому мы планируем перевести платформу, сделать ее мультиплатформенной, но, опять-таки, я надеюсь, что это произойдет там в течение полугода, но, думаю, что к лету, не раньше. Как бы, ближе, да, к реализации мы будем обязательно это анонсировать. У нас это обязательно есть в планах, причем не только сделать ее работающей на Маке, но и на мобильных устройствах, то есть, сделать какую-то лайт-версию с возможностью, там, просмотра на мобильном телефоне, там, на iPad и так далее. В прицеп кармане. Да. А девушка опять, Стрелка, задает вопрос. Василий, скажите, пожалуйста, вы лично торгуете? Да, я лично торгую. Ну, я уже об этом говорил. Спасибо, Стрелке, за вопрос. Торгую с 2004 года. Были небольшие перерывы, сейчас, как бы, ну, у нас несколько счетов. Я и веду счета в виде, при помощи автоследования, кстати, тоже реализованного на нашей платформе, то есть, сейчас люди могут смотреть. Да, могут смотреть и следовать за позициями. Это, как бы, в принципе, ну... Определить для себя статистического лидера. Я сильно, много людей, ну, вернее, даже их, это всего несколько, там, клиентов, достаточно крупных и дорогих нам, скажем так, да, вот. И, ну, соответственно, да, мы торгуем, я торгую имени СНП и НСДКОМ. Михаил, за этот вопрос к менеджменту Волфиксу. Я пока только начинаю торговать и интересуюсь вашим ресурсам. Как научиться работать с платформой? Пока я нашел только информацию по курсам, которая стоит 15 тысяч. Хотелось бы узнать про альтернативные варианты. С уважением. Михаил. Михаил, первое, вот зайдите на сайт, прям сейчас, да, новая версия, wolfix.net, volfix.net, да, там есть курс первого уровня и, еще раз, произошел перенос сайта, в ближайшее время количество информации полезной, бесплатной в первую очередь, будет увеличиваться, как бы. И, также, вы, если у вас есть какие-то потребности, вы можете написать нам на указанные адреса, мы постараемся подобрать. Есть, как возможность, индивидуального обучения, не обязательно за 15 тысяч. Можно обучаться в группе изначально, причем большинство курсов мы проводим их именно нашей компанией. То есть, да, есть, как бы... Нашу платформу любим не только мы, а еще... Да, еще, как бы, ряд людей можете найти преподавателей. Можно и за 50 найти? Да. Тысячу рублей? Ну, я думаю, что если очень постараемся... Нет, ну, есть, как бы, ну... У нас очень демократичное обучение, потому что мы понимаем, мы учим своих клиентов. Нет, у нас есть и дорогое обучение, вот сейчас вторая коучинговая группа стартовала, и, как бы, обучение стоит там от тысячи до полутора тысяч долларов. Это совместная торговля, два месяца в онлайн. Но, да, это уже полное сопровождение, как бы, людей и так далее. Причем я сразу скажу, вот там за 10 тысяч рублей базовый курс, он позволяет, ну, получить фундамент, на основании которого вы однозначно сможете принять для себя решение, насколько вам это нужно, и понять суть. При этом вы получите еще и вместе с этим как минимум месяц доступа, что, в принципе, ну, на мой взгляд, опять-таки, это не является какой-то 10 тысяч рублей, там, допустим, для Москвы, да, простите. С доступом на месяц, да, и причем это будет сопровождение, постсопровождение. Вот последняя группа, которую мы ввели, во-первых, очень демократичная цена, не буду, чтобы эфир не загружать, значительно меньше, чем вы озвучили, причем с доступом к платформе. Потом дальше эта группа, такой некий коллектив. Этот коллектив перемещается в группу у нас, да, в Скайпе, и, в общем-то, там мы их также поддерживаем последующие две недели. Группу ведем я и Лена. Мы вместе. Лена делает вводные три занятия, я провожу тактику, как бы конкретно приключение. Пусть, такой вопрос. Работает ли ваша программа с рынком Форекс? К сожалению, нет у нас совсем времени. С рынком Форекс нет, мы транслируем данные о валютных фьючерсах, которые являются, на самом деле, ценообразующими для Форекса. Быстрый вопрос. Планируется ли русификация платформы? К сожалению, интерфейс русифицироваться не будет по простой причине, что английский язык более лаконичен, и те термины, которые хотелось бы перевести на русский, практически невозможно. Задали тот вопрос мне, что я специально на него отвечу, чтобы потом не было вопросов, что я утаил что-то. Алексей задает вопрос. Александр Герчик самолично доверил бы свою торговлю программе Wolfix. Еще раз, для тех, кто не понимает, программа Wolfix – это не робот. Нет, хотя они там есть. И для того, чтобы торговать по программе, нужно знать программу. Я программу пока знаю плохо, я надеюсь, что Вася упростит и сделает. С удовольствием. Дорогие друзья, у нас была очень интересная беседа. В гостях у нас были Василий Грищенко, сооснователь, директор по развитию, и Лена Сон. Я уверен, что если вы наберете в интернете название Wolfix, вы получите все вопросы и все ответы. Спасибо за...